Здравствуйте, дорогие читатели! Предлагаем вам познакомиться с творчеством талантливого дагестанского поэта Расула Гамзатова. Поэт он огромный, сделавший знаменитым и Дагестан, и аварский язык, и свои горы. Так сказал о нем Роберт Рождественский. И сам Расул Гамзатович называл себя поэтом, воспевающим в горы Дагестана. Он родился 8 сентября 1923 года в маленьком высокогорном аварском ауле Цада. Родному селению поэт посвятил стихотворение «Цада-Цадастан». Тепло гранитного гнезда, вершин высоких острия. Ты, колыбель моя, Цада, ты, песня первая моя. Цада, сто крыш и сто дворов, Вспоил меня ты и вскормил. Храня на сердце отчий кров, объездил я стоцветный мир. Снега неслись из темноты, я холода не ощущал. Своим теплом и светом ты меня в дорогах защищал. И пусть в какой-нибудь стране аварца видели впервой. Клянусь, понятен был вполне язык твоей любви живой. Он будто музыка звучал в любви немыслимой долей. Я братьев по любви встречал на всех материках земли. Взглянув на мир со всех сторон, я убедился навсегда. Не сто дворов, а миллион объединил аул сада. Гнездо из камня и тепла, частица доброго огня. Источник, где звеня, текла вода, вспоившая меня. Ты родиной влюбленным стал, тебя я всюду узнаю. Моя держава, Садастан, тобой живу, тебя пою. Год моего рождения. Я родился у бедной Дагестанки в труднейший год из всех голодных лет, когда семья вставала с позаранку, чтоб нащипать травинок на обед. Когда холодный ветер сжег до боли, наш дом врывался, как хозяин злой. Клочок земли, что назывался полем, был весь покрыт голодной саранчой. Мать будущего поэта хранила тепло семейного очага и воспитывала пятерых детей. Его отец Гамзат славился своей мудростью, честностью и умением высмеять острым словом человеческие пороки и недостатки общественной жизни. Название родного аула и стало фамилией отца Расула, поэта-сатирика Гамзата Цадасы, народного поэта Дагестана. Отец был первым учителем и наставником Расула в поэтическом искусстве. В детстве Расул любил слушать отцовские рассказы о знаменитом Шамиле, о храбром Наибе Хаджи Мурате, о певце любви Махмуде. Эти народные легенды, сказки и песни на всю жизнь оставили свой след в сердце поэта. Стали для него вещами-страницами большой истории его маленького народа. У очага. Дверцы печки растворены, угли раздуты, и кирпич закопчен, и огонь тускловато. Но гляжу я на пламя, и кажется, будто это вовсе не угли, а звезды горят. Звезды детства горят, звезды неба родного. Я сижу у огня, и мерещится мне, будто сказка отца вдруг послышалась снова. Песня матери снова звенит в тишине. Полночь. Гаснет огонь. Затворяю я дверцу. Нет ни дыма, ни пламени. Нет ничего. Что ж осталось? Тепло, подступившее к сердцу. Песня матери. Сказка отца моего. А еще отец читал свои стихи, которые мальчик все знал наизусть. Свои собственные стихи о школе, товарищах, об учителях. Расул начал писать, когда ему было 9 лет. После окончания педагогического училища он учительствовал в родной школе, работал в театре, на радио, заведовал отделом республиканской газеты. Его первый сборник стихов «Пламенная любовь и жгучая ненависть» вышел в 1943 году. Своё образование Гамзатов продолжил в Литературном институте имени Горького в Москве. Четыре десятилетия возглавлял писательскую организацию Дагестана. Первые его поэтические публикации получили широкую известность, а за сборник стихов «Год моего рождения» поэту достоился государственной премии. В 60-е годы поэтический талант Гамзатова расцветает, и одна за другой выходят его книги. Он очень много ездил по родной стране и по другим странам мира, встречался с разными людьми. Мировое признание получил, опубликовав поэму «Колокола Хиросимы», в которой воссозданы трагические события. В замечательной прозаической книге Гамзатова «Мой Дагестан» рассказывается не только обо всем пережитом им самим, но и приводятся размышления поэта о жизни, искусстве, о назначении человека, о любви к родине. Помимо этих тем Гамзатов воспевает в своем творчестве родной Дагестан. Он показал красоту и мудрость своего народа, его обычаи, ввел в стихи пословицы и сказки, то есть изобразил Дагестан изнутри. Еще в ранней молодости Гамзатов выдвинул перед собой задачу прославить свой скромный народ, свой прекрасный Дагестан на весь мир, чтобы все, весь мир, все человечество знали, что на этом голубом шаре существует и такая земная точка, которая зовется Дагестаном, которая внесла сокровищницу мировой цивилизации целое жемчужное ожерелье, блещущие словно солнечные горные вершины свой поэтический клад. Это была нелегкая задача, но Гамзатов ее выполнил. Но о любом поэте лучше всего говорят его стихи. Птицекрылый караван, ты летишь из дальних стран? Караван поет, курлычет, таки-таки Дагестан. Птицекрылый караван, как там дышит Дагестан? Как там солнце в небе ходит, свесит месяца шафран? Мне с небес ответил хор. В Дагестане до сих пор из-за гор восходит солнце, заходит между гор. Птицекрылый караван, как там дышит Дагестан? Как там бьют в горах фонтаны? Как фиалки пьют нарзан? Мне с небес ответил хор. В Дагестане до сих пор плещут крыльями, как птицы родники в теснине гор. Там в траве, как в облаках. Там у солнца в тайниках до сих пор фиалки пахнут. Все потоки в лепестках. Птицекрылый караван, как там дышит Дагестан? Как там женщинам, мужчинам, детям, как живется там? Птицекрылый караван, стой, куда ты сквозь туман? А он летит, а он курлычет. Даги-даги, Дагестан. Прощай, Гуниб. Облака клубятся беглые, темен каменный обрыв. А над ним березы белые встали, руки заломив. Их вознес на кряж зазубренный Шамиля, какой наиб. Ты прощай, прощай, возлюбленный, в небо врубленный, гуни. Сизый горлинку и горный вспоминаю, как хорош тот, кто шапку носит черную и на сокола похож. Как теплеет им пригубленный ключ, пробившийся из глыб. Ты прощай, прощай, возлюбленный, в небо врубленный, гуни. Ах, вершины и ущелья, озаренные луной. Стало хуже, неужели я? Милый холоден со мной. Пишу взгляд его насупленный, и бровей крутой изгиб. Ты прощай, прощай, возлюбленный, в небо врубленный, гуни. Отношение человека к матери – важнейшая тема лирики Гамзатова. Будучи заботливым сыном, поэт жалеет забытых матерей и осуждает сыновей, не выполняющих свой сыновный толк. Письмо одному Кунзахцу. В Кунзахе, где улочка вьется косая, старуха плелась одиноко домой, согнувшись дугою, едва не касаясь кизиловой палки седой головой. Мы встретились с ней, постояли минутку. Заплакала. Не было сил у нее. Конечно, я был недостаточно чутким. Зачем о тебе я спросил у нее? С ней встретиться было, поверь, нелегко мне. А старой со мною еще тяжелее. Но если уж ей о тебе я напомню, прости, и тебе я напомню о ней. Не аист на грядке зеленого лука тебя опустил и земле даровал. Рожден ты на свет и в страданиях, и муках, как люди. Хоть ты человеком не стал. Не стал человеком, но, выбившись в люди, родимую мать позабыл ты давно. А мать все равно ожидает и любит. Что делать? Ей сына забыть не дано. Ей долгую ночью не спится. Вздыхая, она терпеливо сидит у окна. И блещет, тоски ее не понимая, Бездетная, глухонемая луна. О нет! Ей не щеки твои пропитые. Небаз твой, осипший от громких речей, Перещатся кудри твои смоленые. Твой голос, журчащий, как звонкий ручей. Ты видишься ей беззащитный, неловкий. Вот в сакле холодной прессальной свече Ты в грудь ей уперся кудрявой головкой. И ручка твоя у нее на плече. Минули не месяцы, десятилетия. Снег таял в горах, Утекала вода. И мать! Это слово порой в анкете, Чтоб тут же забыть, Ты писал иногда. Глядит на дорогу горянка седая, Конец головного платка теребя. Десятую зиму она ожидает, Десятое лето цветы собирает, Чтоб горными маком встретить тебя. Но ты ни зимою, ни летом не едешь, И нет от тебя долгожданных вестей. Старик-письмоносец стучится к соседям, Смущенно пройдя мимо сакли твоей. Старик-письмоносец обходит селенье, Приносит он в сумке другим матерям слова, Возвращающие на мгновение, Угасшие зренье ослабшим глазам. Послушай, мой сверстник, Земляка неудачная, Ты трезвым не помнишь, Хоть вспомни спина, В селении старая женщина плачет, Слезами, что горше и крепче вина. Ты тратишь свое красноречие даром, Дружкам-папирушкам оно ни к чему, И слово твое, кроме матери старой, Не нужно, коль правду сказать, никому. Не верит она, что у сына родного не сердце, А камень замшелый, сырой, Но камни, когда обращают к ним слово, И те откликаются эхом порой. Мне кажется, тот, чья душа очерствела, Кто детство забыл, и родимую мать Продаст незадорого друга и дело, Тот с легкостью родину может предать. Расул Гамзатович имел ряд государственных наград. Четыре ордена Ленина, Орден Октябрьской революции, Три ордена Ктрудового Красного Знамени, Орден Дружбы Народов, Орден за заслуги перед Отечеством Третьей степени, Орден Петра Великого, Болгарский орден Кирилла и Мефодия, Медали СССР и России. Но Расула Гамзатова не волновало, Сколько он получил медалей. Для него было важно, Что он был услышан И в своих стихотворениях Делился радостью с родным Дагестаном. Дагестан, Все, что люди мне дали, Я по чести с тобой разделю. Я своей ордена и медали На вершине твоей приколю. Посвящу тебе звонкие гимны И слова, превращенные в стих. Только бурку лесов подарим, И по паху вершин снеговых. В произведениях замечательного поэта Живет и многообразие красок, И многообразие самых различных тем. Одно свойство имеют все эти стихи и поэмы. В них бьется сердце настоящей поэзии. В них предельная искренность, Живость, множество поэтических находок, Самая яркая образность, Унаследованная от Гамзата Цадасы народная ирония, Тонкое лукавство горца, Мудрое размышления высокогорного философа. Так сказал о творчестве Расула Гамзатова Поэт Николай Тихонов. Светлая память о народном поэте Навеки останется в сердцах Его многочисленных читателей, Ибо поэт жив, Пока живут его творения, А сам поэт пожелал всем нам, Пусть наши имена, Наши песни, Наша честь, Наши доблесть и мужество Не уйдут в землю, Небытие, А останутся назиданием Для будущих поколений. Пусть добрые люди Пребывают в добре, А плохие станут хорошими. Спасибо за внимание. Ждем вас в нашей библиотеке. Редактор субтитров А.Семкин